Инстинкт о стриме Хесуса, когда был Крокус. Ну-ну, и что? Не считай Хеса, блядь. В чате у меня сидят злые люди, да? В чате у меня сейчас, кажется, злые люди сидели, да? Которые, когда произошёл теракт, писали всякие вещи плохие, да? Ох, шо эти украинцы, шо они себе позвуляют. Интересно, почему они так писали-то, блин? Нет, чё, серьёзно сейчас будут говорить? Он такой, ребята, блядь, сложно определить фейки без моего стрима. Поэтому надо запустить, ну кроме него, блядь, уже ночь. Чего? Какие фейки? Шо надо срочно запустить? Я не понял. Сразу же, после... Из контекста вырезано? Вы чё, твари, из контекста вырезаете? Сидит такой, ну, блядь, дел вроде с Россией работает, блядь. Этого происше... Шо нахрен несёт-то, я не понимаю, блядь. Тут или вырезано из контекста, или Кстин тоже немного пиздался, блядь. Казик или политика? Политика или Казик? Казик? Можно прям Казик во время политики, кстати. Ну, раз хотите Казик, ребята, то давайте... А чё, давай. Я посмотрел, как Стин Казик крутит, реально. Ой, сука. Тем более, он у него там уже есть казино, он ставки рекламирует, по-моему, нет? По пармокоду Стин, ставка там, чё-то туда-сюда. Так что, Стин, ты уже, в принципе, в этой теме шаришь. Так что, давай, Стин, не выебывайся, блядь. Я почувствую, ой. Я сам себя почувствовал, Стин, так ты уже, это, ты уже, как я, уже давно. А, это кейсы? Ну, так, пожалуйста, чё. КСГО РАНУ исполняется 5 лет. В честь этого мы запускаем самый громкий турнир по КС-2 с призовым фондом 5 миллионов рублей. Совсем скоро ты узнаешь, какие про-команды будут бороться за главный приз. Также мы подготовили подарки суммой более 2 миллионов рублей. Успей забрать свой, а желаемые скины ты сможешь получить в РАНПАС, выполняя простые задания и участвуя в бесконечных бесплатных розыгрышах. Хватай промокод в закрепленном комментарии и забирай бесплатный скин для хорошего старта. Ждём тебя на КСГО РАН. Спасибо. Так, ладно, давайте. Так, ладно, новости или кейсы? Новости или ставки на споры? Или это всё другое, это всё не то? Давайте поймите. Не, я когда-то, наверное, тоже говорил, что кейсы это другое. Ребят, ну, поймите, я это говорил, когда я сам кейсы рекламировал. Вот. Пытал себя просто задефать. Да, да, да. Когда у меня ставки были, помните, реклама ставок? И мне тогда говорили, ты, Хесу, ставки рекламируешь, блядь, чем ты казино рекламишь? И я такой, ставки это другое. Понятное дело, что это одно и то же, блядь. Просто мне надо было себя как-то задефать и сказать, что нет, ставки это не так жёстко. Да, так политика или казик? Новости. Кик это сейчас тоже другое. Ну, определённо. Я ещё кого-то заставляю на Кик приходить. На Твиче-то я этим не занимаюсь. Вот. А те стримеры, которые мне предъявляют за казино, например, это очень смешно, да? Потому что, ну, блядь, это такое лицемерие. Они у себя на Твиче, нахуй, ставки рекламируют. На спорт, причём, ну, серьёзно. На свою основную аудиторию. То есть, как бы, блядь. Чел, ну ты вообще... Зак о контракте Хесу? О каком контракте? Это точно Кик, потому что... Ебать! Это башня, конечно. В целях рекламы очень много платит стримерам. Хес лямбаксов дадут стрим. Ну, так он... Какой лямбаксов, блядь, заебали уже эту тему продвигать? Сука, ты ещё раз уже сказал, никакого лямбакса нет. Ну, неужели они реально верят в том, что мне, долбоёву, кто-то, блядь, миллион долларов даст? Ему дадут лямбаксы за то, что он казино рекламирует, чувак. Блядь, господи, ёб твою мать. Дуета. Ну, Заквиэль, ну нахуя ты-то какую-то хуйню десёшь, блядь. Мне ни те, ни другие лямбаксов не давали, сука. Ааа, блядь. Ааа. За казино идёт оплата от казино, а не от Кика, ёбаный роуд. А Кик платит за часы просмотров, за количество зрителей и так далее. В зависимости от того, сколько зрителей. Там далеко лямы нет. Нет, я не соглашусь на рекламу казино даже за лямбаксов. Ну, зря, кстати. Вон. Спасибо, конечно. Не, ну, конечно, он будет рекламировать фонбет, блядь. Ааа, сука! Блядь! Я не вообще, я за лямбаксов, блядь, нет. Ну вот фонбет 15 тысяч рублей новым клиентам. Это, блядь, дааа, это, это по-нашему, нахуй. Блядь, Зак, нахуя зачем так делать? Ну что за хуйня? Такой он правильный, конечно. За лямбаксов казино не пойдёт рекламировать. Но ставочки на спорят. Нет. Что вызывают такую же лудоманию. Это с удовольствием. Но ставки, они лицензионные, это легально в России. Как будто бы это как-то спасает людей от лудомании. Ведь вроде как претензия в казино в чём? В том, что вызывают у людей лудоманию. И люди там деньги проёбывают. А не в том, что это легально или нелегально где-то, блядь. Нет, разве, я могу ошибаться, конечно, что, по-моему, это так. Казино тоже легальное? Ну, по сути, да. То есть, есть лицензия, всё, значит, легально. Просто в России оно нелегально. Ну, вроде претензия-то в лудомании, а не в легальности. Эй, ладно, короче. В Сочи легальное казино? Да похуй, блядь. Ну, это лицемерие, блядь, лютое, конечно. О, но нет. Ты, кажется, кое-что забыл. Что? Нет, в смысле, блядь? Хес сидит там, казик крутит. Я заходил, я чекал. Чё ты мне рассказываешь? Сука, ну мне лямбаксов-то не платили за это. Ну, ты зашёл, чекнул, и шо, где ты там лямбаксов-то увидел, блядь? Пиздец. Причём, речь о миллионе долларов на кик шла ещё вообще задолго до того, как я казино стримил там. Сказываешь, волк. Так ты сам вбросил эту залогу. Ну да. Ты думаешь, потом после вброса кто-то реально будет разбираться, рафлил ты, или нет, про лямб. Так я же потом, блядь, сказал это, ну, публично. Я бросил, потом я, естественно, добавил, что это был рофл. Ну, естественно, никакого лямбаксов нет. Всё. Да, блядь, да даже если... Даже если и так было бы. Но при чём здесь казино? Когда платит кик, а не казино. Лямбаксов. Если бы мне кик заплатил лямбаксов, мне не нужно было бы стримить казино. А почему хейс разрывает, когда ему говорят про казик, а он пытается дать обраточку, типа, у вас быка. Алё, все мы хуесосы в этом плане, тебя троллят просто, и всё. А нет, стинт, в этом-то и прикол, что... Где здесь троллинг? Если брать за Квиэля, ну, по-моему, он на полном серьёзе говорит, что он даже за лямбаксов не будет стримить казино, потому что он дохуя правильно. Хотя у него баннер ставок на спорт висит, типа, стинт, ты серьёзно, блядь? Ну, какой троллинг-то, ёбаный свет? Люди почему-то считают, что это другое, хотя... А в чём тут разница-то особо? Ну, реально. И да, меня разрывает от лицемерия людей. Типа, я бы понял, если бы мне там стример, который не стримит, например, не рекламирует ставки и казино, предъявлял бы. Да я бы с ним даже не спорил, блядь. Да, и он прав. Да, я хуесос. Вот и всё. Так ты про лицемер ещё на моём моменте говорил. Ну, ты ж там тоже, скажем так, пытался не то, чтобы предъявить, но намекал на то, что вот я хуесос, как будто бы, да, такой плохой казино стримлю. И вот давай-ка выбирать, что тут казино или политика, блин. Разве нет? Я в твоём клипе услышал долю какого-то такого момента, что как будто бы вот хуесос, потому что стримит казино. Почему претензии нет к Эвилону или злому? Я не знаю. Что? 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 Потому что Эвилон это Эвилон, а злой это злой. Кто там ещё казино стримит? А, Зубарев. Зубарев это Зубарев. А и Хесос, это Хесос. Тут можно и порофлить, тут можно и предъявить. Тут можно и намекнуть, да, на казино и Хесоса. Намекать на других стримеров мы, конечно же, не будем. Нахуй надо. Вот Хесоса бы зацепить как-то. Вот это хорошо, блядь. Мужик, с тобой всё хорошо. Тут прикол в том, что есть политика и есть казик у тебя. Ну и чё дальше? Ну есть у меня политика и есть казик. И? А ещё есть, кстати, фильмы и казик у Зубарева. А ещё есть, кстати говоря, что-то у Эвилона. Казик и ещё что-то. И чё? Блядь. Вер, не, В, О, П, С, А, не, Е. Блядь, стинт. В данной ситуации речь идёт вообще про Заквейли. При чём здесь ты? Монстры существовали возле Аванбастана. Как бы не хотелось... Ну или сколько там? Я не знаю, сколько там на самом деле сумма контракта. Мне это не особо, ну не особо, если честно, интересно и не особо важно. Ну ладно. Так он не стоит криками того. Какая разница? Ты про мой момент говорил. Так я сейчас говорю про Заквейли. Основная претензия вообще к нему, а не к тебе. Какая разница? Совместить рекламу платформы какой-то определённой вместе с рекламой Казика, это ещё более гениально. Значит, он ещё более гений. Слушай, серьёзно. Значит, он получает сразу с двух сторон деньги. Ё-моё, о чём ты? О чём ты, блин? Так. Опа. Какой чувак с очень плохим никнеймом. Купил себе мемы какие-то. Ага. А, понятно, блин. Чё ты за никнейм такой указываешь? Я с... Ой, бля. Ну, мне, оказывается, Кик миллион долларов заплатил. Да? И сверху этого я ещё казино стримлю. Ебать, я, конечно, выродок, так-то, если подумать. Короче, дед, пора таблетки пить. Тебе, друзья, скрытый пиар делают, а ты агришься. Охуенно, пиар. Вообще классно. Что аж в чате у Стинта писали, что я хуесос. Эм... Хе-хе. Интересно. Вроде как Стинт рофлит, но аудитория почему-то это всё с негативом воспринимает. Поэтому у меня такая реакция. Непонятно почему. Да? То есть вроде рофл, вроде Стинт, может быть, и не хотел как-то в негатив уходить. Но аудитория-то это воспринимает по-своему, да? То есть тут в этом проблема. Как это видит аудитория? Они это тоже воспринимают почему-то как намёк на что-то плохое, да? Типа как предъява. Как это и я воспринял. То есть Стинт, может быть, имел в виду что-то другое. А по итогу-то как бы, ну... Ты свой чат видел? А что не так с моим чатом? В данной ситуации. Зачем вообще тогда, в принципе, как-то шутить вот подобным образом? Или что-то вкидывать, когда ты, возможно, знаешь, что твоя аудитория будет реагировать вот таким вот образом? Ну, нахуя? Почему, например, так же не пошутить про Зубарева или кого-то другого? Вот обязательно надо всегда Хесуса как-то задеть, блядь. В сторону Хеса что-то пиздануть. Тоже непонятно, на кой хуй. Зачем? Ну, тут тоже непонятно, блядь. Столько стримеров, которые тоже стримят всякую хуйню, когда смотришь меня, то промелькают высказывания в мою сторону. И что? Да какие, блядь, высказывания? Только тогда, когда в мою сторону что-то какое-то высказывание и всё. Я отвечаю. Это ответ. Просто так с нихуя я не буду на тебя пиздить. Хитер тебя, в данных тебе заработок. Всё в пище. Мне что делать нехуй? Сидеть вот так вот с нихуя что-то про стента сейчас. Давайте пиздану какую-нибудь хуйню. Намекну, что он хуесос. Или не хуесос. Я вот не понимаю, хуесосить других стримеров это не камильфо. По хуесосить Хесуса люди в очередь встают. Да, спасибо, Герой. Где справедливость? Про тебя, Стин, я ничего плохого не говорил. И не намекал никогда. Даже наоборот. Мне что-то пиздят про тебя. Что-то там зетник какой-то. Я говорю, вы что ебанутые? Стин, зетник, да с хуя ли вы это вообще взяли, блядь. Да и вообще, если говорить про моих друзей. Когда кто-то в моём чате что-то про моих друзей пиздит. Я всегда пытаюсь их защитить. Сказать нет. Например, это не так. Они не зетники. В чате подтвердят. Мне за это даже предъявляют часто. Что я сижу и постоянно дефают своих друзей. А друзья, в свою очередь, сидят и постоянно пытаются на своих стримах как-то меня, блядь, выставить хуёвым. Потом эти друзья удивляются, почему я на своих стримах сгораю. Иногда, блядь, с каких-то определённых клипов. Ну а что я должен делать, Стин? Как я ещё должен на это реагировать? Потом ты говоришь, что у меня в чате какие-то люди агрессивные. Ну, блядь, когда такие клипы постоянно прилетают? Конечно. Что мне ещё? И что ещё моя аудитория остаётся делать в данной ситуации? Как реагировать? Когда постоянно какой-то негатив, естественно, люди изначально начинают думать, что здесь тоже сейчас что-то будет. И всё. И даже какой-то рофл, например, с твоей стороны, они могут воспринимать как что-то плохое. Так же, как и я, кстати. Вот и всё. Потому что уже привыкли к такому. Вот тебе и ответ. Да нахуя в Дискорд, блядь? Я всё ответил уже, объяснил, как это работает. Чё в Дискорд? Так тебе в донате даже сказали, что ты триггернулся на шутки, не более. Блядь, шутки тоже разные могут быть, сам понимаешь. Шутить-то можно тоже по-разному. Можно пошутить в негативном ключе, а можно в позитивном ключе пошутить. И всё. Короче, ноу-конфликт. Продолжаем дальше стримить. Политик. Двой, точнее, новости. ВДС, да вы заебали. Вот нахуя? Вы такие полудурки, конечно, ёбаные, блядь. Вам лишь бы конфликт. Сука, создать какой-то. Стэн, погнали, попиздем сейчас. Как, блядь, давай, мужик с мужиком. А куда заходить-то, кстати? Эм, алё. Он уже не найдёт. Всё. Алё. Так, всё. Хесус, поздравляй его с днём рождения. Дрэк, я тебя злюху поздравляю. Ещё рано. Блядь. Что такое? Ещё рано. А, ой, блядь, сука. А сколько там? А, через 30 минут, да? Через 30 минут. А, да похуй, короче, всё равно с днём рождения. Всё, конфликт для того, чтобы ты поздравил Дрэка с днём рождения. А чё, конфликт какой-то я проиграл? Да, у нас с синтоном сейчас очень жёсткий был. А, не-не-не-не, у нас с синтоном очень жёсткий был. Да. Хесус, дожди, у меня только один вопрос. Ты реально увидел что-то оскорбительное в том, что я сделал? Ну, как будто бы ты сарказмом пытался сказать так, что как будто бы я плохой. Вот, или политику только стремлюли к казино. Типа хуесос. А-а-а. Не, ну я делал выводы исходя из твоего чата просто, понимаешь? Я сорю клип, сорю, что ты говоришь, сорю на чат. Там пишет хесус, хуесос, долбоёб и так далее. Опять же, возможно, я же сразу сказал, вырезанно из контекста, да? Я понимаю, что, ну, чё-то, походу, негативное. Пацаны, я, конечно, не хочу никого прерывать, но что если, вот, у меня день рождения сейчас будет и сейчас полнолуние? А мы тебе решили подарок в виде конфликта, видишь? Конфликта. Это я тебе завтра ничего не подарю. Нет, сейчас полнолуние, это чё-то значит, жёстко. Ну, я там волка превращусь, блядь. Ты превосишься, знаешь, кого? В долбоёба. В кого? У меня другое слово было? Я уже. Не, ну, слушай, если так просто рассуждать, то получается, если там есть вырезка, там, не знаю, где ты что-то смотришь, но я по чату тоже могу определить твое мнение. Но это же немножко глупо, дрейк, блядь, хесус. Да нет, почему? Нормально, да. Ну, это бред, я говорю, типа, я просто потруниваю, но я потруниваю всех. Просто смотри, мне в целом, вот, когда, если бы это был Зубарев, и он среагировал, мне было бы похуй. Ты, как бы, на тебя мне не похуй. Поэтому, как бы, я же тоже не то, чтобы прям какой-то негатив в твою сторону-то проявил. Не, меня... Я лишь просто сказал, что есть стримеры, которые рекламируют ставки. Там даже не прийти, я сказал, стримеры, в принципе, вот, которые рекламируют ставки. Ты меня ненавидишь, просто признай это, ты меня ненавидишь. Ты, ты хочешь, мы, ну... Не, я в целом, я просто в целом поднял тему того, когда стримеры мне предъявляют за рекламу казино, при этом сами рекламируют всякие сомнительные вещи, которые вызывают удоманию у людей. То есть, там даже речь не то, чтобы про тебя шла, а вообще про стримеров. И вот тут мне скидывают этого... Отъемили мне письку. А, ну, нет, я поговорю, я просто видел момент, получается, про БК и про лицемерие на своем фрагменте. Если там у тебя был уже ряд таких чуваков... Нет, я же там говорю про стримеров, а не про тебя. Ну, окей, окей. Ну, в любом случае, я понял. Ну, типа, если что, я ничего прям плохого, типа, я тебя там нененавижу. Я тебя просто... Да, естественно, я понимаю, как бы, ну... Ну, вот, да, ну все, хорошо, мы друг друга поняли. Ну, все, заебись. Ура, минус конфликт. Покажите попки. Блядь, трейк. Это твоя просьба, типа, это подарок на твой день рождения, да? Не, ну, надо было как-то разбавить. Давай ты первый. У тебя попка сейчас популярная, сколько у тебя там зрителей? В среднем. Не знаю. Хайповая попка, блин. Ну, тысяч десять. А, кстати, у тебя в чате... Слушай, Хес. Да. Давай сразу что-то тоже разберемся, там, за ИГИЛ. Как раз. Че? Я так понял, тебе как-то донесли информацию. Просто скажи, как мне тебе донесли информацию. Подожди, какую информацию? Мне скину... Я уже и не помню, мне скинули клип, где ты что-то говорил, что... А, типа, когда был теракт в Крокусе, я, типа, побежал подрубать резко стрим, блядь, чтобы что-то там обсудить все вот это вот. А, ну да, потому что твоя позиция была... Ну, давай, как я рассказывал. Твоя позиция была, чтобы понять, где фейки, где не фейки, и в целом просто держать пульс. Ты видел только этот фрагмент. И увидел целую... У меня, по-моему, такой позиции не было, потому что я подрубил, потому что я подрубил стрим и все. Не-не, ты прям сказал, типа, чтобы понять, где фейки, где нет. Я прям точно говорю, я почему помню, потому что я сам сидел лавку... О, случилось бы это или нет, я же стримлю каждый день. Нет, именно в том ситуации, типа, я прям помню, ты это говорил. Я говорю, я даже при желании могу это найти. Не, ну, даже если я сказал и. Ну, я просто говорю, нет, я просто уточняю, потому что тебе, может, информация как по-другому донесли. Ну, окей, не-не, ну, я так и понял, да, ну просто иди что. Я просто думал, что там конфлик есть, потому что чат спамят, я подумал, что это... А, не, я просто уточнить. Типа, именно по чату, ну, там конфликт какой-то еще есть. И все. Ну, окей, окей. А, ну все. Ну, если никаких претензий за это, то у меня тоже никаких претензий. А, ну все, запуху еще. Ну да. Так что, никакого конфликта опять. Блядь, да что такое? Слушай, я правильно понимаю, вот если у тебя в чате вон человек пишет там стинт и вот пиздит и курица, это значит твое мнение, я правильно понимаю? Еще раз не понял, что в чате? Ну смотри, вот человек пишет стинт ебанат, или вот стинт и петух. И что, ну это просто животное, животное, животное. Это значит, это твое мнение тоже, да? Нет. Ну, блядь, как так? Лех! Ну как, не, если я буду, например, говорить о тебе в положительном ключе, вряд ли в чате начнут писать хуйню про тебя. Если я буду обсуждать тебя в каком-то отрицательном ключе, то скорее всего в чате начнут писать, типа, да, стинт хуйсос. Хорошо, Хес, хвали меня. Опять же, еще зависит от того, какое количество сообщений в чате негативное, да? Поэтому, когда открыл твой клип, там прям, ну, много сообщений было. И я подумал, что, ну, наверное, что-то они там плохое обсуждают про меня, вот и все. Давай проверим, Хес, похвали меня. Стинт, вообще-то охуенный стример, он еще и блогер, к тому же, вот. Его хотел ВК выкупить за 90 тысяч рублей за три месяца, это означает, что он вообще классный. Даже на конфликт раздуть не смогли и уже... 90 тысяч, ты понимаешь? Да, я и говорю, уровень-то какой, видали? Поэтому, ребят, вот видишь, блядь, да шо, блядь? Блядь, дрэк тихо, мужчины общаются. Пошел нахуй, долбоеб. Закроебало, блядь. Алексей, 21-го числа в городе Санкт-Петербург, который стоит... Пройдет твоя стримхата, я в курсах, да, и... Я вас приглашаю, приезжай. Отлично, уже, уже покупаю билеты и вылетаю. Хочешь, чтоб контент был у тебя на стримхате, как меня паковать будут, блядь, да? Заламывать. Мы тебя защитим, брат, не переживай. Мы скажем, что, типа, это не ты. Ну да, это фейк. Короче, чтоб ты понимал, получается, у нас пришло предложение на, вот, за 3 месяца 90 тысяч, да? А год назад было где-то там по несколько миллионов, чтоб ты понимал. Нихуя. Может, это шутка какая-то? Конечно, это на кухне. Ну, блядь, есть, короче... Может, тебя с кем-то перепутали? Не, чувак. А, ты думаешь, типа, они такие. Ты, наверное, какой-то блогер со 100 подписчиками. Ну, как такое может быть? Я просто, ну как? Ну, я, ну, лично я подозреваю, что просто человек, который занимается менеджментом, они пилят бабки. Я в этом... Блядь, чтоб так пилить, то есть там было 90 миллионов, ну, а решили тебе оставить 90 тысяч. Или что? Ну, во-первых, 90 миллионов, я думаю, поменьше, но думаю, да, там 100% бабки пили. Сделяется этим ВК от государства, ну, а там деньги немаленькие. Ну, да, да. Слушай, а ты, вот как, вот, смотри, если тебе пришло предложение 90 миллионов, ты бы согласился перейти на ВК? На ВК? Ну, конечно, ну, от ВК тебе приходит... Да, блядь, Хес, перейти на ВК, это несложно. Выкладывать видео, это уже другое, но я просто перестану снимать видосы. А, то есть ты перейдёшь и не будешь выкладывать видосы? Ну, блядь, а смысл такой? Нет, ты чё. Ну, смотри, ничего не будет. Там, естественно, был бы контракт, условия, что надо так, 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 выкладывать такое-то количество видосов. Полностью, всё, не выкладывать ничего на YouTube, эксклюзивно ты переходишь на ВК-видео и делаешь видосы. Мы тебе даём за три месяца 90 миллионов рублей. Блядь. Да, это сложно. А только-только туда надо, да? Ну, да. Эксклюзив, я же говорю. А можно больше? Да ладно ты, блядь, я б за 90 согласился. А можно больше? Так, блядь, ты, не, смотри, смотри, надо всё равно торговаться, я хочу больше. Ну, ну 110 миллионов, ладно. Давай так, смотри, Егор Крид готов был побрить ебало за 100 миллионов. Так что переход 200 миллионов, можно? Да, ты, блядь, так и говоришь, как будто бы я тебе реально предлагаю контракт. Мы с тобой обсуждаем серьёзные вещи. Ну ты охуел уже, слушай, 200 миллионов, ты чё? Я думаю, что 200 миллионов там Масленникову будут платить. Или бумаги. Хорошо, тебе не мне. 150. Нет, сотка и не больше. Ладно, согласен. Ебать, я сэкономил только что 100 миллионов рублей, чтобы вы понимали. Охренеть. А мог согласиться, но не согласился, сэкономил 100 лямов. Всё. Я вах. Теперь тебе надо идти работать ВК-менеджером. Да. Ты всех купишь, брат. ВК, обратите на меня внимание, видите, как я могу договариваться? 100 миллионов сэкономил только что. Ну, на самом деле, мне максимально интересно, какие там реальные бюджеты. Спроси. Именно по блогерам. Кто уже перешёл? А, бустер. А кого мне спрашивать? Бустер. Бустер. А он реально перешёл? Я думаю, это фейк. Я думаю, что он это сделает. Я думаю, что он это сделает. Он же сегодня в ТГ написал, у него последнее видео на Ютубе выходит. Нет, но если потом он неожиданно сделает ролик ВКонтакте, это будет хи-хи-ха-ха. Ну, а чё бы и нет. Эксайл уже эксклюзивно делает некоторые видосы для ВК. Дилара делает уже. Потом кто ещё? Дилара? Она в блоге? Да, да. Ну, ей-то чё? Блядь, а что она снимает нахуй? Как она жрёт какую-то херню со своей подругой, по-моему. Нормас, мне нравится. Кушай, прошу прощения. Нормас. Блядь, я хочу посмотреть. Это реально можно ВКонтакте посмотреть? Да. Чтоб ты понимал, я просто вот ради интереса недавно скачал ВК-видео. Я, получается, запускаю его. И там у тебя либо политика, либо какие-то супер гнусовые ролики про футбол. Либо вот эти ТНТшники, которые перестали бы все своём быть смешными в 2015 году. Ну и кроме импровизации. Импровизация классная. Огромное спасибо за поддержку. И Руслан Усачев, которого я перестал смотреть. Что? Потому что... Там Руслан Усачев. Там Усачев. Он перешёл на ВК-видео. Ну-ка, да, какая к нему. Ну, я не знаю. Я говорю, я сказал то, что я увидел ВК-видео, когда открыл. О, мой гад. Ну, там Руслан Усачев. Нет, может, он дублирует видосы, я не знаю. Так, его тоже тогда в список добавляем. Усачев, хорошо. Так, стоп. Так, стоп. На кого я до нас сделал? Я не понял. Не-не-не, мы ведём список тех блогеров, которые продают жопу свою ВК. Или Рутюбу. Ну, ты согласен с тем, что те, кто переходит на такие площадки, они буквально легометизируют блокировку Ютюба в России? На самом деле, вообще... Упрощают эту блокировку, скажем так. Ну, не то, что упрощают. Я говорю, если... Короче, ВК мыслят максимально тупо. Ну, в том плане, что они такие. Ебать, если все топ-блогеры перейдут ВК, значит, как бы всем станет похуй на Ютюб. Ну, давайте будем честны. Я уверен, даже среди твоей аудитории есть огромное количество блогеров, маленьких, которые намного интереснее, чем топовые блогеры. Это, в основном, не какие-то там огромные проекты. Это, ну, ролики по фандому, например, какому-нибудь. Про какую-то игру. Так, ты же понимаешь? Да, вы сами понимаете. Если все... Их же не покупают, а этого не будет. На кто он нужен? Потому что, если всех крупных купят, и они уйдут, за ними уйдут мелкие. Ну, смотри, хорошо, вот существует крупных блогеров. Чтобы не спиздеть, я, наверное, из крупных блогеров, не то, что в плане, что я не такой, я особо никого не смотрю. Ну, то есть, у меня, во-первых, футбольные каналы я смотрю, ну, потому что я, блядь, ну, ну, да, ты понял. А, во-вторых, получается, потому что... А, и вторая гик-индустрия, которая у нас просто не сильно развита. Ну, Qbyte, например, тот же самый. Ну, очевидно, его не будет в ВК покупать, потому что у него нет там миллионных просмотров на роликах. Ну, это очевидно. Тут проблема в том, что как можно больше вот этих вот, соответственно, известных блогеров перейдут на ВК, тем вероятнее всего этот YouTube быстрее заблокируют полностью. Если все продадутся, скажем так, да, если все продадут свою жопу, то вероятность полной блокировки YouTube, она увеличивается. Сейчас он пока частично у кого-то работает, у кого-то нет. Ну, в принципе, да, можно так тоже. Поэтому, если вот все основные вот эти вот гиганты, типа Масленников там и другие, то что им мешает уже просто сказать, ну все, все у нас нахуй YouTube блокируем полностью. А за ними уже уйдут и мелкие на ВК-видео, потому что там все большие, YouTube заблокирован. Ну, что еще остается? Вот и вся тактика. Нет, нет, даже мелкие останутся. Давай будем честны, типа, YouTube с VPN, даже при условии того, при том, что там будет ебнутая защита, которую VPN не сможет обойти, что как бы это невозможно. Ну, типа VPN все будут пользоваться уже 100%. Кстати, спасибо большое, РКН, за блокировку, вообще замедление YouTube, потому что я раньше VPN хотя бы иногда отключал. Теперь я даже на Twitch'е им пользуюсь. Поэтому большое спасибо, РКН, что научила весь мир, сука, пользоваться, ой, всю Россию пользоваться VPN. Теперь вообще отрубать не надо. Большое спасибо. Помогли, 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 помогли. Так что, ну, в целом, даже, а, говорю, и даже с блокировкой определенной, ну все равно YouTube для молодых блогеров, для начинающих будет намного профитнее, чем ВК. Ну, вот какие-то, вот, ну хорошо, смотри, вот ты блогер, ты тоже там 10 лет, 15 был в медиасфере, вот у тебя сейчас встает вопрос, ты хочешь начать свой контент сделать? Куда идти? Вот сейчас, на ВК или на YouTube? Ну, сейчас на YouTube. Сейчас на YouTube. Окей, а если он заблокирован будет? Ну, а вот тут уже, смотря куда аудитория пойдет, и блогеры известные, и их аудитория, тут уже, я не знаю, наверное, и там, и там пробовать, на две площадки. Не? Просто прикол, нет, прикол, смотрите, в чем прикол, аудитория, часть перейдет за ними, смотреть какие-то эксклюзивные ролики, но пользоваться платформой, они не факт, что будут. Они, скорее всего, будут врубать VPN и смотреть что-то на YouTube. Нет. Поэтому, ну, даже с этой точки зрения, люди с VPN будут начинать что-то делать на YouTube, 100%. Вероятнее, все-таки останутся, естественно. Ну, это такой гемор, блядь, вообще, пиздец. Короче, ты остаешься на YouTube до последнего. Ну, конечно, пока ко мне не придет Хесус и не предложит 90 миллионов. Говорю, если вы вдруг увидите, что я начну делать что-то в ВКонтакте, знайте, я богатый. Все. Вот сразу-таки. Значит, ему предложили столько, что отказаться было сложно. Невозможно, скажу так. Невозможно. Невозможно. А я продажная тварь, ребята, говорю. Жиза. Мне принесут деньги, я сразу, типа, сяду на колени и говорю, дайте мне бабло. Все. Ну, 90 миллионов, мужик, ну, кто откажется? Я сразу себе куплю квартиру в Москву-сити и вообще стримить перестану даже. Ничего себе, как ты деньги на ветер бросаешь, конечно. Брат, я буду тебе по миллиону донатить. О, а вот это, вот это, вот это полезная тема. Будешь тогда заблокировку YouTube, только честно? Блядь, да я вообще только это и буду обсуждать на стриме, чтобы наконец-то все забанили нахуй. Вот, сука, вот, сука, вот. Все решают. Я главным зетником стану после этого, блядь, тогда на Твиче. А за 2 миллиона? Готов скажешь, что Путин лучше за 2 миллиона? 2 миллиона чего? Долларов. Долларов? Блядь, да изи вообще. Вот, вот, все, ребята. Теперь вы знаете, куда деньги плачь надо. Что изменится от этих слов? Ничего, а я 2 миллиона получу. А да, а ты богатый, все правильно, все правильно. Я эти 2 миллиона с пользой потрачу. Все. Все правильно. Да. А что такое? Все, я пошел тогда. Все, давай, давай, Хес. Все, давай, Дрэкс, Дрэй. Приятного тесного. Все, давай. Пока, пока. Я ваху. Не, а что вы, ну, реально, 2 миллиона долларов, блядь, извините, сказать, что Путин лучший. Окей, ладно. Давайте мне 2 ляма, я скажу. А эти деньги потрачу на благотворительность. И все. Господи, блядь. Слава Украине, героям слава, брат. После таких продажных слов, иди нахуй отсюда, Бонубас, чтобы я тебя нахуй не видел. Сука. Да ты иди нахуй, блядь. Как будто я уже за 2 миллиона долларов продался. Это лишь слова и все. Господи, блядь. Да, конечно бы я за 2 миллиона долларов не сказал, что Путин... Мне не нравится при... Пусть, 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 иди нахуй. Пусть, пусть, пусть.